Всем привет! Приветствую вас на канале StarLifeTV, на нашем новом канале. Меня зовут Ольга и я автор канала. Сейчас я немного расскажу вам вообще о том, что произошло с каналом и в каком формате мы будем работать дальше. Как вы знаете, старый канал был удален несколько дней назад вот с такой вот формулировкой. То есть началось все 1 декабря, когда нам прилетел первый страйк за видео, которое провисело уже почти полгода или даже больше. То есть за старое видео. Вот с такой формулировкой. Получается, видео полгода не нарушало никаких правил, а потом вдруг резко нарушило. И спустя где-то пару часов после удаления первого видео, когда нам был заблокирован доступ к каналу на одну неделю, То есть вообще канал удаляют после третьего страйка. Первый дается на одну неделю, второй на две недели и после третьего канал удаляют. Но наш канал удалили после первого страйка за якобы серьезные или многочисленные нарушения правил. Так вот после удаления первого видео начали удалять один за другим другие наши ролики. И в общей сложности удалили порядка 36 роликов. Все они были старые. То есть видео проходило модерацию, проверялось, ничего не нарушало. Потом вдруг резко YouTube посчитал, что правила были нарушены. И еще отдельный страйк прилетел за видео с клипа Могутина. Якобы за нарушение авторских прав. Но также проясним ситуацию, что мы брали только кадры из клипа. То есть за время всего ролика ни разу его клип не воспроизводился со звуком. Вообще ни одной секунды не было такого воспроизведения. Без звука были вставки 2-3 вставки не более 10 секунд, что также допускается правилами YouTube. Потому что когда вставляешь более длинную часть клипа, система сама находит это и такой ролик изначально не пропускается. То есть у нас получается было все нормально, но потом вот лично Агутин подал жалобу на нарушение авторских прав и ролик удалили без всяких, без возможности оспорить как-то это. Таким образом получается, что часов 12 удаляли наши ролики один за другим. Затем все остановилось, прекратилось. Ну и собственно мы думали, что пройдет неделя и мы возобновим работу. Но спустя 2 дня канал полностью удалили. Вот с этой вот формулировкой за многочисленное нарушение правил. То есть почему после первого страйка был удален канал, естественно никто уже сейчас не скажет. Так YouTube посчитал нужным. И получается мы в очередной раз видим, что когда подключаются деньги, связи, то все правила уходят на второй план и создаются новые правила. То есть вот еще уточню, что когда приходили эти сообщения о том, что видео удалено, они сопровождались вот такой записью, что это никак не отразится на вашем канале, так как вам уже недавно было вынесено предупреждение. Поэтому удаление происходит в рамках одного страйка. Но на деле получилось, что не в рамках одного. То есть YouTube потом просто снес канал. Ну вот мы знаем, что вместе с нашим каналом одновременно была такая же чистка еще на нескольких каналах. То есть информация на эту тему в интернете конкретно подчищается, потому что ее, видимо, нельзя знать всем. Эта информация не для всех, поэтому YouTube начал удалять все ролики на эту тему. Вот мы после удаления канала какое-то время думали, вообще стоит ли создавать еще канал и в каком ключе работать дальше. Потому что предполагали, что если создать новый канал и продолжать работать как раньше, то у него будет такая же судьба, как и у старого. То есть его просто закроют, придумают за что, удалят и все. Вот поэтому сначала мы думали, что нового канала вообще не будет. Но получаю очень много писем на почту и в соцсетях о том, что наша работа нужна, важна. С просьбами продолжать делать ролики, открывать людям глаза. Вот поэтому мы решили создать новый канал и немного изменить формат работы. То есть если раньше мы, можно сказать, напрямую говорили обо всем, то сейчас информацию будем подавать немного в другом ключе, более завуалированную. То есть к каждому нашему ролику будет прикладываться ссылка на сайт, где будет дано значение всех символов, всей символики. Мы будем указывать на них, находить, показывать вам, но не будем так явно говорить о их значении. Также теперь у нас на канале не будет обзоров по каждому конкретному человеку. То есть YouTube расценивает это как переход на личности, оскорбление. Теперь мы будем разбирать фильмы, клипы, мультфильмы, передачи. И соответственно вы будете делать вывод об актерах, об исполнителях на основе их творчества. То есть логично, что если человек исполняет такую песню, значит он замешан во всем этом. Сейчас в ближайшее время мы загрузим на канал наши старые видео от подписчиков. Потому что, во-первых, ваш труд не должен пропасть. Важно, чтобы люди это видели. Старые ролики мы пока загружать сюда не будем. Потому что, опять-таки, может канал сразу же, канал могут сразу же закрыть. Поэтому будут новые ролики в другом формате. Теперь мы изменим озвучку наших роликов. Многие раньше спрашивали в комментариях, почему видео озвучивает не человек. Почему именно вот такая была озвучка. Ну, во-первых, при такой озвучке можно было уложить больше информации в более короткий промежуток времени. Во-вторых, ну, вы сами должны понимать, что тема довольно спорная. И как бы лишний раз светиться не хотелось. Ну, и в-третьих, с такой озвучкой видео получалось делать быстрее. Так как каждому ролику писался сценарий. И проще озвучить его было именно так. Но сейчас такой формат уже не подойдет. Потому что будет информация преподноситься в другом виде, менее открыто. Сейчас, в ближайшее время, мы выложим ролики с видео от подписчиков. И очень просим вас, посмотрите их по второму разу. Чтобы канал быстрее набрал просмотры, быстрее начал ранжироваться. Потому что сейчас канал новый. И в позиции поисковика он где-то далеко внизу. Чтобы видео начали показываться большему количеству людей, нужно набирать как можно больше просмотров. Поэтому просим вас, хотя бы без звука, просто включить на просмотр старые ролики. Чтобы канал быстрее вернул свои позиции, утраченные. Ну, и, наконец, хотелось бы уточнить, что на данный момент это наш единственный канал. То есть мы не ведем никакие другие каналы. Старые видео наши я видела, что выкладывают на ютубе. С других каналов, которые называют так же, как наш. У нас канал вот этот новый один. Возможно, в ближайшее время сделаем резервный канал, чтобы не повторилась такая же ситуация, как в прошлый раз, когда мы остались без канала. Но на данный момент канал у нас один. Надеемся на то, что нам дальше дадут работать. Что люди будут и дальше просыпаться, узнавать всю правду. Спасибо за внимание. Надеемся, что у нас получится работать дальше. Что вместе с нами еще многие люди проснутся и начнут понимать, что происходит вокруг. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.